Итак, глава Ноах. Это вторая глава недельная. Берешит с 6 главы 9 стиха по 11 главу 32 стих, то есть до начала 12 главы. И Гавтора у Исаии 54 глава с 1 стиха по 55 дробь 5. Это Ашкенатская традиция. И Сифарская Исаия с 54 глава с 1 по 10 стих. Главы недельные, как вы знаете, по ключевому слову 1 стиха. Или талдот Ноах. Ноах ишцадик тамим. Гая бета рав. Этга элагим. Этга лэх. Ноах. Этга элагим. Этга лэх. Ноах. Вот разнословие Ноаха. Ноах, человек праведный, был совершенным в своих поколениях, со всесильным шел Ноах. Кто был Ноах? Был первым цадиком. Ишцадик. Да? Дальше какой он был? Тамим. Совершенный. Он был где? Бе-до-ро-таф. В поколениях чьих? Его. То есть, он не был самым совершенным человеком в мире. Он был каким совершенным? Самым совершенным в его поколении. Помните такой мультик о собаках и кошках? Там кошки служили кардиналу, о собаке королю. Да? И там это значит. Давайте пошлем лучших. Лучшие из лучших. Что? Залезаются и радуют. Да? Говорит, пошлем лучших из худших. Вот Ноах оказался лучшим из ких? Из худших. Ваялет Ноах шлаша баним. Эт Шем, Эт Хам, Вэет Яфет. Родил Ноах трех сыновей. Шема, Хама и Яфета. Вэ Тишахет хаарец лефнейха эллахим. Ва Тимале хаарец. Хамас. И растлилась. Земля перед Сессиным переводится. Да? И переполнилась чем? Хамасом. Да? Разбоем. Оказывается, то слово Хамас, которое для политической партии в Израиле. Да? Антиеврейской. Оказывается, это слово употребляется в Библии в главе Ноах. Потому что земля переполнилась этим самым Хамасом. Ну, переводится как «разбой». Мы попробуем разобраться, что же тогда произошло. Хорошо. Вот еще такая из еврейских притч. Первым виноделом, как известно, был Ной. Агада рассказывает, что при посадке виноградников ему не хватило воды. Ной вызвался помочь никто иной, как Сатан, который привел к первому винограднику овцу, льва, обезьяну и свинью. Зарезал и полил землю вокруг глазы их кровью. С тех пор человек, выпив один бокал вина, становится кротким, как овца. Два начинает бахвалиться, словно отважный лев. Три веселится и кривляется, как обезьяна. Четыре валяются в грязи, как свинья. Отсюда мы видим характер Ноя, что он был совершенный, но самый совершенный из каких? Из тех людей, что были тогда. Остальные еще хуже были. Как мы видим, Ноет Ахамхамид. Хорошая семейка. Но по Божьей милости, по Божьей благодати они были спасены. Что же означает само имя Ноах? Ноах означает покой, успокоение. И удивительно, что это так называется глава, которая описывается потоп, уничтоживший есть мир. Покой. Правда? И пророк Исаи говорит, что Ноах – это спокойные воды, спокойные воды, стерли все живое с лица земли. И мы живем в очень бурном море, очень бурном море. И мы ищем покоя в этом качающейся мире. В чем же этот покой? Оказывается, песня, песня говорит, обильные воды не смогут затушить любовь, и реки не зальют ее. Правда? Что же такое воды? Книга Тараор говорит, что воды – это заботы о хлебе насущем. Реки – это мысли о материальном. Они могут поглотить, отлечь на некоторое время человека, но не способны погасить любовь. Если она, конечно, у нас есть. Правда? Поэтому нужно иметь любовь. Ишуа – это любовь. Поэтому Ишуа успокаивал самые сильные воды, когда ученики боялись плыть водки. Это Матфея, 14 глава, 25-33. И для того, чтобы спастись от вод обильных, в главе Ноах сказано «войди в ковчег». Русское слово «ковчег» – это означает вообще какое-то вмещение, чего-то, да? Но в иврите здесь употреблено другое слово. Когда, например, говорится о том месте, где находились скрижа Лизавета, и тоже это говорят, что это ковчег, да? Какое употреблено слово? Арон – ящик. Ящик, сундук, да? Но здесь «тейва» – слово употреблено совершенно другое. И поэтому русский перевод не дает той красоты и той правильности, которую дает еврейский оригинал. И «тейва» в современном иврите «тейва» – это спасательная капсула, а также означает слово. В традиционном иврите это имеет значение слово. То есть, комментаторы еврейские говорят «войди и погрузись в слова молитвы и торы». И еще сказано «светильник сделай в ковчеге». Это означает, что твои слова молитвы должны быть преисполнены внутреннего света. То есть, мы видим прямое понимание, да? Изготовить некое судно, спасательную капсулу, или переносный смысл, что это спасение. Спасение в ковчеге, которое есть слово. Это ковчег, это есть имя Божье, да? Слово, имя Божье, которое ходит праведник, а он был все-таки цадиком, но для своего поколения, и спасается. И нужно в ковчеге сделать светильник. И материальные тяготы, заботы, тяготные мысли, которые одолевали нас его минуту назад, дают с большой силой почувствовать свет, покой и удовлетворение в словах искренней молитвы. И менуха, слово покой, и нахат, радость, имеют то же самое, что ноах. И поэтому потоп в Танахе именуется водами ноаха. Помните, мы говорили, что в Таратаму Исаии говорили, что это воды ноаха, воды покоя. Итак, что мы имеем вот такое особенное в нашей жизни, как евреи? Где у нас есть менуха, семха, шаббат, правда? Шаббат – это тоже место покоев, это в мире. Это та спасательная капсула, в которой еврей спасается от всякого зла этого мира. И он находится в мире, и он хотя бы один день, неделю, он может себя чувствовать царем. А его жена может чувствовать себя царицей, правда? И мысли его обращаются к свету. То есть есть прямое толкование, и есть какие толкования, которые связаны с Медрошом. Ну, и тайный смысл сот, я не буду вам углубляться в каббалистические различные вещи. То есть мы видим, что потоп в какой-то мере символизирует материальные вещи. И материальное благополучие, оно неплохо, но только если человек направляет его на служение высшей духовной цели. Но когда сказано еще о том, что происходила земля, растлилась перед лицом Божьим, и наполнилась земля злодеялами. Значит, «ва ти шахет хаарес». «Ти шахет» – это вот тот же самый корень, как «шехет». Зарезать, да? Зарезать. И Раши говорит, что земля что? Извратилась, извратилась, наполнилась земля злодеянием. У Раши злодеяние – это грабительство. И что «ти малэ хаарес хамас» – растлилась земля с Сесильным. Люди совратили свою дорогу, каждый на свое место. С одной стороны, слово «шахат» мы говорили, означает «резать», с другой стороны, это идолопоклонство, продажность другим духовным существам, служение идолам вместо Бога истинного. А также извращение пути, уклонение ко лжи. То есть, отношение между людьми и собой основано на неправильном понимании действительности, на лжи. И еще, видите, слово «шахат» означает сексуальную продажность. То есть, это проституция, измена и многие другие вещи. Есть это в этом мире нашем, да? И вы знаете, что Ишуа сравнивает времена Ноя, да, с временами, которые будут в последнее время. А слово «хамас», которое переводится как «злодеяние» или «разбой», действительно, это намного больше. Потому что понятие «разбой» есть выражение «газаль» – уголовное преступление, от которого общество знает, как оградить себя. А «хамас» – это не криминал. А вот те гадкие мелочи, то множество, что передается в понятие «скверно». То есть, для уголовного преступления «разбоя» существует «газаль». И от этого может человек оградить себя, да? Законами. Но для «хамаса» нету законов, которые мог человек отградить себя. Правда? У нас те законы уголовные, и то не все исполняются. А законы морали тем более не исполняются. И вот, оказывается, «хамас» – это слово «хамство», русское слово, видите? «Хамас» и «хамство» – они даже похожи. Наглость, бесстыдство, ругань, нравственное уродство, надругательство, бесчестие, обманы, мразь и грязь, разного рода беспутство и течение жизни. И когда мы читаем первое «Тимофея», мы там точно видим описание чего? «Хамаса», да? Вот все, что там описывается, что последние времена, настанут вина тяжкие, и будут люди такие, такие, такие. И оказывается, что это говорится о неверующих, а верующих, которые, оказывается, проповедуют Слово Божие, а силы его, да? Отрекшиеся. И Рав Исхак Зильбер сцитирует выдержку из Талмуда. Поколение потопа возгордилось из-за того, что им слишком хорошо жилось. Как говорят, жир взбесилось, да? Современное общество, но я не говорю про Украину, но в целом, если взять Соединенные Штаты Америки, Объединенную Европу, можно сказать, что бесится жиром, правда? И эти люди жили, не зная, что такое голод, тяжелый труд, мучительные болезни, лагеря, тюрьмы, земля была щедра к ним. А наказание свыше они не боялись, чувствуя себя прекрасно защищенными в этом благоустроенном мире. Если кто-то думает, что вот Ной взял там топор каменный и строил ковчег 120 лет каменным топором, то это все в раке. У него были подрядчики, у него была современная техника, а если сказано, что из дерева ГФР, кто знает, было ли это дерево или какая-то пластмасса, о которой просто нельзя объяснить, что такое пластмасса человеку, не видевшую его, правда? Поэтому мы должны понимать это. А 120 лет говорится не о том, что 120 лет, ковчег, а сказано, да будут жизни их. Сколько? Длительность? 120 лет. Вот поэтому мы, евреи, имеем традицию говорить друг другу, что? Чтоб ты жил 120 лет, да? Помните, когда мы учили благословение? Мы это изучали. Чтоб ты жил 120 лет. То есть, если человек живет 70-80 лет, как пишет Моисей, это не программа Божья. Программа Божья, чтоб жил 120 лет. И то не сразу, правда? Жили праведники и по 200 лет, и свыше, а вот Моисей уже жил 120, а дальше еще меньше продолжительной жизни стало. Но это есть результат разрушения, которое вошло в жизнь человека, да? И вот человек совершает хамас, гадит, свирослонит, глумится, оскверняет, позорит, подлечит. А в сексуальной жизни это беспорядочность отношений, выведение семени зазряния для зачатия и рождения, а также нарушение закона ле-ми-но по роду их, то есть скрещивание одного вида с другим. В то время наука была примерно такая же, как сейчас, и люди знали астрономию. Я вам говорил, что были камни найдены, на которых вырезано, как оказалось, сначала думали, что это жрецы потрошат человека, а почему-то к органам присоединены гофрированные трубки, там пересадка органов дается. То есть, действительно, атомное оружие знали. Вы знаете, есть такое махабхарата, да? Маха. Война. Бхарата – война богов. Андрамахи – это же корня войны людей. И там описывается ядерное оружие. И мы находим на некоторых изображениях абсолютно такие же вертолеты, как используется сейчас. Было ли это прозрение вверх или это взгляд назад, мы не знаем, да? Но мы можем думать, что цивилизация достигла больших успехов. Но особенно больших успехов она достигла в биологическом смысле. Мы только сейчас приступаем к тому, что скрещиваем разных животных и получаем каких-то уродцев, да? Или такую картошку, которую жук колорадский не ест, потому что он умный, а человек глупый, ест. И как вы думаете, кто скорее такой картошки сдохнет, колорадский жук или человек? Правда? Мы все делаем сами, чтобы погубить себя. Вот так и тогда люди, не задумываясь о будущем, ели, пили, да? Что значит? Они совершали те дела, которые были сегодня. И жили, как после нас хоть потоп. И таки потоп грянул, да? И, может быть, многие вот эти уродливые животные, которые погибли, это есть результат каких-то генетических экспериментов. Потому что Бог создал животных как? По роду их, да? То есть, вот, допустим, различные кошки. Они могут различаться величиной, полосатостью и так далее. Но все равно кошка есть кошка. Кошка собакой никогда не станет. Правда? А собаки были, волки. Были волкомедведи вот такие. Волки величиной с медведем. Были. Медведи 4 метра ростом были. Но все равно волки. Есть волки-медведи. Это есть медведи. Да, но такие волки-медведи и тут ходят. Так, с небольшого медведя я тоже видел. Собачек, правда? Но они еще далеко до тех были, которые существовали до потопа. То есть, пытались люди производить различные генетические эксперименты. И земля растлилась, и поэтому нужно было уничтожить не только человека, но и что? Все, что жило тогда на земле. Кроме тех животных, которые, да, спас Бог. Значит, да, 2 Тимофея, 3 глава, 1, 7. Записали 2 Тимофея, 3 глава, 1, 7. Там говорится о Хамасе. Хамас еще характеризуется идолопоклонством, кровопролитием и бездравственностью. Идолопоклонство, мы говорили, люди стали гордыми. Да, и они сами стали создавать себе богов. Кровопролитие. Люди убивали, и они совершали все, что угодно. И вот вы знаете, что сейчас аборты, да, больше погибает людей, чем в каких-то войнах. А в Украине абортов больше сейчас делается, чем рождаются детей. И это очень страшная статистика. И бездравственность. Бездравственность. Мужчина брал в себе двух женщин, как говорит еврейская традиция. Одну для деторождения, а другую для удовольствия. Мужчины обменивались с женами, устраивались брачные договоры между людьми и зверями. И судьи сами уступали в разврате. Утопали в разврате. Похоже это на то, что делается сейчас? И когда говорится о последнем времени, можете сделать такой подзаголовок. Хамас последнего времени и признаки прихода Мессии. Вот что говорит еврейская традиция о времени перед приходом Мессии. Перед приходом Машиеха Израильское государство будет таким же государством неверующих, как и все прочие на земле. Где это сказано? Тарктат Санхидрин. Сказал раб Исхак. До той поры сын Давида не придет, доколе все страны не станут на путь неверия. Сказал раба. Где Тора навекает на это? Здесь. Это Ва и Кра. 13 глава, 13 стих. Если покроет проказа все тело его, то признает он язву чистую. Если превратилась вся в белую, то прокаженный чист. И объясняет Раши. Если превратилась вся в белую, то он чист. Когда проказа покроет все тело, и также когда все страны обратятся в неверие, придет избавление. Трактат Сота говорит. Перед приходом Машиеха все государства погрязнут в неверии и не будет упреком. И поясняет Раши. Не найдется человека, который мог бы упрекнуть людей и показать им злые поступки их. Ибо все погрязнут в дрехах. И если один начнет укрикать другого, то скажет ему. Но ведь ты такой же. Медра Шир Гаширим говорит так. Сказал Раби Янай, увидишь поколение за поколением бронящих и поносящих имя Бога, жди царя Машиеха. Потому что написано в Тегелим Псалмы 89-52 «Бесчесть от враги Твои, Господи, бесчесть от шаги Машиеха Твоего. И что дальше следует? Благословен Господь во веки. Амен, амен». То есть бесчестье будет настолько, что не останется ни одного праведника. Трактат Сота говорит. «Перед приходом Машиеха умножится наглость людская и поднимутся цены. Даст виноградник плоды, но само вино будет дорого. Ибо для обильного пьянства потребуется много вина». Так поясняет Раши. «И неверующих будет государство». Когда говорится о государстве, о каком государстве неверующих? Израиль будет. Государством неверующих. Есть, видите, заповеди. «С мужчиной не ложись, как ложатся женщины». Это мерзость. Это во экран. Но даже гомики говорят, что это волк. «Не ложись женщины, как женщины». А с мужчиной, как с мужчиной, что? Оказывается, можно. И люди трактуют Тору, как хотят. И люди становятся даже узаконены, даже однополые браки. Правда? И кто-то пытается, если это сделать, он, оказывается, будет судиться. «Не обскверняйтесь ничем этим, ибо этим и сверняются народы, которых я прогоню от вас. И осквернила земля, и я взыскал с нее за вину ее, и изрыгнула земля живущих на ней. Чтобы не изрыгнула земля вас, если вы оскверняете ее, как изрыгнула она народ, бывший до вас». Здесь говорится о каком народе? О хананеях, которые жили в Эрице-Исраэле. И если вы будете поступать так, то вы тоже будете извержены. Извержены. Рав Ицхак Зильбер, я много пользуюсь материалами именно Рава Ицхака Зильбера, Айнихама Лейбович, а из мессианских еврейских, это Леон Мазин, община Шавей Цион, из интернета я брал, так что ссылки я вам прямо давать не буду всегда. В основных случаях там еврейская традиция, да, многом говорит. Итак, Ицхак Зильбер в книге «Беседы о Торе» говорит, «Медраж раба», сказал, что Бог пощадил людей, пока они не легализовали гомосексуализм. Но когда люди стали поговаривать, что смешно молчать о том, что делается повсеместно, и легализовали извращения, Бог навел на них потоп. Все у нас происходит то же самое, что происходило перед потопом. Ну, это фестивали «Месячники гомолесбианок», и причем это в Израиле, министром культуры, они производили себе образование, была небезызвестная, Шула Алани, а ответственным за мероприятие, Яд Вашем, был тогдашним министром туризма, Узи Барам. Его потом назначили министром внутренних дел, и пошел на повышение. Но через месяц подал в отставку из-за тяжелейшей болезни, из-за СПИДа. Из-за СПИДа. И оказалось, что он был гомосексуалист. В 1995 году, покончил жизнь самоубийством, бывший начальник генерального штаба ЦАГАЛа, заместитель министра обороны ЦХА Карабина, Мардыхай, или его называли Мотигур, тоже за гомосексуализм. Потому что он, покончил жизнь самоубийством, когда это стало все известно. И видите, что происходит в последнее время, как говорит Господь в Откровении. Неправедный пусть делает неправду, нечистый пусть еще оскверняется. Поэтому перед приходом Машеха будут разрушены все моральные и общественные семейные устои. Трактат Сота говорит, перед приходом Машеха юноши стыдят старцев, и пожилые встают перед молодыми, сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку, домашние его. Я цитирую Талмуд. И еще что говорил? Да. Из одного источника идет, правда? Из одного источника. А дальше еще комментируется Миха 7.6. Лицо поколения подобно собачьему, и сын не стыдится отца своего. Лицо поколения подобно собачьему, а Раши поясняет, что пристрастясь к наживе и разрату, долны потери стыда друг перед другом, как не стыдятся друг друга псы. И перед приходом Машеха лицо поколения будет как собачье. Вот, если вам видно, Миха 7.6. Мне фотография с интернетом очень понравилась. Это точно. Лицо поколения будет подобно собачьему. Можете показать крупным планом? Да? Это интересно. Почему, если вы откроете Миха 7.6, а что у вас там написано? И враги человеку, да? Домашние его. То есть, оказывается, это можно перевести и так, и так. Здесь, видите, не сказано, что ваши домашние будут как собачья морда. Хотя это можно взять из оригинала, правда? Итак, лицо поколения будет подобно собачьему. В чем же причина? Потому что у человека гордыня. Гордыня. Делаю, что хочу. Удовлетворяю любые свои желания. Когда я удовлетворяю естественные желания, у меня появляются похоти. Когда я удовлетворяю своей похоти, у меня появляется извращение. И конца этому нет. Правда? Удобнее быть неверующим, чтобы, не боясь наказания свыше, удовлетворять свою похоть. Перед приходом Машеха, человека, побудившего свое сердце к Тори, сочтут безумцем. Да? Мы безумны для этого мира, и слава Богу. Слава Богу. Дай нам Бог быть безумным. Ради Господа нашего. Комментарий к главе Берешида говорит. И придут дни, когда все будут дерзкими и наглыми, и заботится Тора в Израиле. Не будет ни ищущего, ни требующего его. А побудившее сердце к ней опозорят и не сочтут за человека. Трактат Сота говорит. Перед приходом Машеха дом собрания станет домом разврата. И лицо поколения будет подобно собачьему. Трактат Санхидрин. Раби Игубда говорит. Поколение, когда придет в Машеях, мудрецов подвергнут позору. Боящиеся греха будут презренны. И правда будет отсутствовать. Как сказано у Ишаяху 59.15. И будет правда отсутствовать. А отошедший от зла безумствовать. Спросили мудрецы, что значит безумствовать. И сказал Раби Шилов. «Всякий от зла отошедший безумец в людских лозах». И поясняет Раши. Все говорят о нем, что он сумасшедший. Вот такая ситуация. И что же сделал Бог после того, как создал человека? Раскаялся, да? Вроде Бог. Что же это он так создал человека, а потом раскаялся? Понятно. Зачем он тогда его создавал, если он знал, что люди такие будут? Вот давайте посмотрим. «И сказал Бог Ноху. Кец. Кец. Конец. Кец означает конец. Бекицер, да? Знаете такое выражение? Бекицер вам всем. Конец. Кец всякой плоти пришел перед моим лицом от того, что земля наполнилась верной. Опять Хамас от русского языка, но в действительности из-за них. Из-за них. И вот я и вегенени их гублю. Машхитам. Машхитам. Что их? Да? Зарежу их всех. Вместе с землей. Берешит 6 дробь 13. И пришел Мабуль. Потоп. Мабуль. Обычно слово Мабуль переводят как потоп. Правда? Но это не просто знаводнение. Буль-буль. И все сделали, да? Буль-буль. Но в действительности слово Мабуль не имеет отношения к потокам воды. И корень этого слова Наваль. Это означает процесс приведения в негодность. Процесс перехода от жизни к смерти. Вот есть выражение Нафаль. Нафаль упал. Да? Вот в русском. На пол. Нафаль. Нафаль не тоже? Да. Тоже самый Навал, да. Но только Навал, а то Нафал, да? Ну, близкие. Итак, смотрите, Фаль, Нафаль. Скиния, Парше, Нофелет. Знаете, это был когда-то фильм советский, где находится Нофелет. Я очень смеялся. Потому что здесь где-то скиния, Парше. И Навела означает труп, а слово Бела ветшать, стариться. То есть, мир стал подобным трупу. И должны были воды потопа очистить. И Тева, ковчег, был единственным средством спасения. Тева, мы говорили, это спасательная капсула, место спасения. Интересно, что слово Табаат, кольцо, оно имеет то же самое, как Тева. Тольцо, это символ посвящения. Бетабаат, газе, атмекудешет, ли. Этим кольцом ты посвящаешься мне, говорит жених, невеста. И слово Това, добро, благодать. То есть, ковчег, это место благодати. Тевия означает также погружение ко дну. От глагола Таваль, макать. И отсюда первый инструктор подводного плавания в Израиле то был Яханан Хамадбель, который мы говорим, что это Джон Баптист. Да? Таева, но не то, когда была даже погружена в воды, как подводная лодка. И воды прошли над ковчегом сверху, да? И это было первое, что? Крещение. Погружение. Погружение во что? В благодать. Потому что они находились в благодати. В спасательной капсуле. Правда? А Мабуль, видите, это было символ преобразования послепотопного мира. Весь мир погиб, да? А те, кто были погружены в слово Теева или в благодать Божию, они погибли как бы для этого мира. И что? Воскресли. Воскресли в мир новом. И был создан из особого материала, который говорится, что это гафер. И мы не знаем даже, такое дерево больше нигде не употребляется. Но слово гафер имеет тот же самый корень, как кафорта. То есть защитить. Кафер, он был, говорят, абсмолен, да? Кафер. Кафер, гафер. И что? Была смола. Смола где была? Снаружи и снутри. Снаружи и снутри. И вот эта защита, эта смола, тоже корни, что копора, искупление, и емкий пур, и также судный день, и ковчег был сморсолен снаружи и снутри. Нам недостаточно, если мы просмолены, и копора, покрытие наших грехов, искупление только снаружи. Для полного спасения мы как должны быть просмолены? Да, быть просмолены и изнутри. И когда говорится, что Бог разрушал этот мир, не говорится, что Бог этому радовался, правда? И переменил, или перемыслил, перемыслил, во и нахэм, Господь, что сделал человека на земле, и воскорбел, это бережит 6, 6, я вам даю перевод еврейский с толкованием слов. Значит, Бог не раскаялся, а он что сделал? Перемыслил, что сделал человек с человека на земле, и воскорбел, и тацев, к сердцу его, эль, ли, бо, да? Вот, слово к сердцу его, и тацев, это тоже слово, как и цер, то есть, то, что управляет душой, то, что помещается в сердце, да? И тацев передает особое душевное состояние, когда от чего-либо приходится себе отказываться, и Господь скорбит о человеческом сердце, установившем идеал зла. И поэтому Бог что сделал? Передумал, да? Бережит 6, 7, употреблено уже другое слово, нихамти, что я сделал их. Ноах же нашел милость в глазах Бога. Маца, махца, хен, да? Бе, чем? Бе, айнав, нашел милость в глазах его. И надо нам иметь милость в глазах Бога, правда? И само слово имя ноах, кроме того, что это отдых означает еще утешающий или утешитель. Менахем, знаете, Менахем, он тоже был утешитель. Последний, да, Менахем, последний из хасидских цадиков, да? Ну, как вы думаете, он был настоящим утешителем? А вы знаете, что ислам основал тоже человек, которого зовут утешитель, Мухаммед. Некоторые говорят, что Иван Иоанна говорит о Мухаммеде. Но в действительности утешитель кто? Дух Святой, да? Дух Святой присутствовал, когда творился этот мир, и Дух Святой дул над волнами, когда тот старый мир погибал и создавался новый мир. Так, есть еще у нас время? Три минуты. Хорошо. Чистые и нечистые ковчеги. Вот интересно, когда Бог сказал взять ковчег от всякого домашнего животного чистого, тегара, семь пар, да? И когда говорится о слове пара, там говорится мужа и жены его животных, да? Иш, 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 как интересно. А из тех, которые нечисты, только одну пару, муж и жена. Вот интересно, даже, оказывается, животные образовывали семьи. Ковчеги, да? Удивительно. Вот семья ноя и семьи животных. Семья – это есть основа, основа всего. Но только человек является действительно настоящим, настоящим тем, кто может образовывать семью, да? Мишпаха, мишпаха, семья. Это есть соединение, это соединение, союз. Шеепах, да? То, что открывается, то, что соединяется. А кроме того, еще интересно, что в Ковчеге было сияющее окно, которое называлось Тегор. Родственное со словом Цогор, Цогор. Цогораем отсюда, полдень, да? Сияние. И это святость, потому что еще слово Тогор означает святость. В Ковчеге было окно, в Ковчеге была святость, да? Итак, для спасения что нам нужно? Нужно найти благоволение в глазах Господа, нужно выполнить Божью волю, нужно, подобно Ишуа Мессии, да, умереть и воскреснуть, быть погруженным, не только в физическом смысле, можно креститься, но оставаться грешником, да? Но надо быть погруженным в смерть Ишуа и быть воскресенным вместе с Ним. Нам надо пребывать в Таева, в Слове Божьем и в Слове Божьей благодати, не выходить из Него. И просмолены мы должны копора, да, искупленных, и внутри, и снаружи. И должен у нас быть свет, сияющее окно, Та гора, которая есть святость. Вот необходимые условия для нашего спасения. Мне очень жаль, конечно, что я не могу сказать еще. Времени мало, да? Хорошо. Заканчиваем урок. Спасибо.